Здравствуйте, уважаемые зрители! В начале августа делегация Тульяновской области отправилась в Псковскую область на проект волонтеры наследия. Сегодня два участника этого проекта в нашей студии. Знакомьтесь, Сорокин Тимур, член общественной палаты Барышевского района, председатель молодежного совета Барышевского района, учитель истории школы в районном поселке Старотимошкино Барышевского района. И Владимир Сергеев, ведущий специалист по молодежной политике администрации Ульяновского района. Здравствуйте! Вас все называют волонтерами культуры. А почему именно вас выбрали в эту делегацию и вы поехали в Псковскую область? Для чего вообще вы туда ездили? Ну, наверное, начну я, да. Я являюсь чемоднодежным министерством искусства и культурной политики. И занимаюсь у себя в родном поселке сохранением исторического наследия семья Акчуриных. Это известные татарские фабриканты и купцы. В нашем поселке находятся две сохранившиеся мечети, семья Акчуриных, которые они построили, их родовое имение. Поэтому Министерство культуры Ульяновской области посчитало нужным отправить меня в Псковскую область для того, чтобы, наверное, я больше узнал о вопросах сохранения историко-культурного наследия. И поэтому мы съездили и получили достаточно хороший опыт по сохранению историко-культурного наследия. А вы? У меня, в свою очередь, работа связана с направлением добровольничества и волонтерства, то есть одного и того же. Я поехал поделиться опытом, как проводятся крупные мероприятия в больших городах, то есть межрегиональные, да. Поделиться опытом с участниками других регионов, какие проекты они реализуют. Это же не только мы там что-то делали, мы еще общались между собой, это самое главное. А вообще сколько человек поехало? У нас было 18 человек от Ульяновской области, это представители, работники культуры муниципальных образований области, и 18 человек. Вот одна девушка к нам присоединилась в Санкт-Петербург, она представитель города Димитровграда, она там учится, но приехала к нам в состав делегации. Ульяновской области, да. Вообще, как вас там встретили? Все-таки это другая область, да? Встретили нас отлично. Ну, как бы мы ехали два дня дотуда. Встретили радушно, отлично. Не минуту свободного времени, мы сразу столько спустились с... Когда спустились в вагон, нас встретили сразу представители организации, встречающие страны, нас проводили до автобусов, и мы поехали в славный древний город Печоры, Псковской области. Город древнейший со своей историей. Там находится Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь, один из древнейших монастырей в России. Ну, наверное, не случайно был выбран этот город, да, целью проекта сохранения как раз вот этих памятников культуры, да? И вы, как я знаю, участвовали, ну, пытались сохранить эти памятники. Что вы делали вообще? Ну, были три площадки, организованы Псковской областью для работы. Это сам город Печоры, это Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь и старый город Изборск, крепость Изборск. Вот два дня мы работали, три дня мы работали на территории Псково-Печорского монастыря. Мы там занимались высадкой пихт, туй, туй, мы высадили с отцом Анастасием туй, потом занимались разведением цветника прямо в монастыре. А часть нашей делегации занимались очисткой стен монастыря. За вот сколько, 600 лет существует монастырь, этим никто не занимался. Насколько сложно это все? Ну, сложные, там, то есть, у них были щеточки, они сначала как-то... То есть, специальные какие-то, да? Специальные щеточки они отскабливали, потом уже вычищали вот это все. Весь этот мох, там, какие-то там, вот, ну, сделали из старой стены, сделали совершенно, можно сказать, новую красивую стену. Да, как будто новострой. Новострой был, да. На территории города занимались благоустройством города, это покраска, это побелка разных участков. А на территории крепости Изборск мы там занимались тоже благоустройством, выкашивали траву, собирали эту траву, как сено. Потом занимались благоустройством около кладбища, которое находится, да, древнего кладбища, где находится по легенде крест Трувара, вот, древнерусской легенды, вот. То есть, вот такие были наши работы. И сколько дней вы там находились? Мы там находились 9 дней, да. То есть, все 9 дней вы пытались восстановить вот эти памятники, да? Да, да, 9 дней работа была очень интересной, то есть, мы занимались не только, вот, первая половина дня у нас была загружена работой, то есть, мы работали. А вторая половина дня у нас были от организации ВАПИК, это мастер-классы, это лекции по сохранению истории культуры наследия, мастер-классы, работа по дереву, по железу, по стеклу, как нужно восстанавливать такие вот... А вот, да, по поводу, ну, про мастер-классы тоже расскажите немножко, кто их вел? Ну, мастер-классы... Это же не просто с улицы люди были, да? Да, мастер-классы вели вот как раз-таки эксперты ВАПИК, это Всероссийская Организация по сохранению культурного наследия, вот. Были приглашены эксперты из региона самой Псковской области, вот мы были на мастер-классе очень интересным, специалист из администрации, губернатора Псковской области, она проводила мастер-класс по работе с молодежью, то есть вовлечения молодых людей в добровольческую деятельность. Да, да, как раз по теме очень интересно, насыщенно, и все-таки работа с молодежью в каждом регионе, она разнится по-своему, где-то так, где-то так, и каждый берет что-то лучшее у каждого региона, и это отличная площадка для таких. Ну, а что новое вы для себя узнали? Новое, во-первых, я нашел контакт серебряных волонтеров очень интересных с городом Татарстан, к нам присоединились замечательные серебряные женщины, с которыми мы поехали до Печор. Они нам рассказывали очень интересные мероприятия, это взрослые люди, да, женщины, в годах у них дети, внуки, правнуки даже у кого-то, и они едут, путешествуют, занимаются организацией различных мероприятий, олимпиады, универсиады, то есть это все они организуют. Вот на 9 мая, они как волонтеры по обеду выступают, но очень интересно пообщаться, что если вот молодые там двигаются, это здорово выглядит, а когда люди почтенного возраста такими делами занимаются, но это отрадно. И они уже там премсовы с поколений, бабушка, внучек там на волонтерской деятельности затаскивают, то есть сначала там вот сама занимаешься, еще и внучка, а потом как бы всей семьей занимаются, и дети, и внуки. А как им это удается, внучек затащить? Ну сейчас у нас в стране, в принципе, развивается вся система волонтерства и добровольничества, то есть все началось у нас с крупных событий, олимпиады в Сочи, чемпионаты мира по футболу, Казанского универсиада, и множество отличных кадров, которые остались после этих мероприятий, они подготовлены, они знают, как работать с людьми, как вести коммуникацию, с иностранцами кто-то общается. Это большое такое количество людей за спиной, которых нельзя просто так оставить, и поэтому создаются ресурсные центры для поддержки этих людей. Это не обязательно, это могут быть молодежь, серебряные волонтеры, взрослые люди, переводчики различного формата, то есть дела делают. Ну, молодежь, чтобы они включились в эту работу, их надо как-то стимулировать, наверное, все. Вам подсказали, как это делать? Ну, на мой взгляд, самая главная мотивация для молодежи – это общение с ровесниками и веселая компания, и при этом работа спорится, особенно, когда на контакт идут все люди, которые вокруг себя, и все небезразличные, и все идут биться за одну идею общую. Ну, я считаю, это отрадно, это объединяет людей, сплощает лучше всего, лучше даже денег мотивирует такие вещи. А вы что для себя вынесли из этого проекта? Вот здесь все-таки Свято-Успенский монастырь, да, мы понимаем, что это единственный монастырь на территории Советского Союза, который никогда не прекращал свою деятельность, то есть он оставался монастырем. И там были уже люди, наверное, осознанные, которые уже понимают, что им нужно от этой жизни, и понимают, что такое волонтерство в сфере культуры. Потому что мы знаем волонтерство, оно, так сказать, разнообразно. Есть и экологическое волонтерство, есть и волонтеры-медики, есть и волонтеры, например, спорта. А вот тут волонтеры культуры, которые реально осознают, что сохранение вот этого наследия, которое есть в любом регионе России, что это очень важно. И вот тут нас научили как раз-таки тому, что мы можем уже и друг с другом делиться. То есть самое важное, чтобы мы могли делиться своим опытом. То есть где-то есть инструменты, которые еще не использованы, им мы подсказывали, а где-то у нас не использованы инструменты, которые они нам, например, советовали использовать. Вот, наверное, обмен опытом – это самое важное, что было вот за нашу поездку. Угу. Ну, а вообще результаты какие? Вот для себя вы, наверное, сделали какие-то результаты после вот поездки? Личные результаты или вообще результаты? В целом, да. Ну, наверное, нам очень повезло в Леонидской области, потому что мы попали на четвертую смену. Вот как раз-таки только для четвертой смены были подготовлены сертификаты вот всей российской организации ВАПИК. Нет, первые три смены этого не получили. Почему нам еще? Очень повезло. Мы попали на 75-летие освобождения города Печор от немецко-фашистских захватчиков. Это были грандиозные, такое масштабные события для города Печоры. Празднование было прям достаточно в высоком уровне. Мы посмотрели образцовые выступления псковских десантников, которые там показали, там с БТРами, с автоматами. Было очень интересно. Мы прошлись по городу Печоры большим таким массовым шествием, митингом. Посмотрели парад ретроавтомобилей, которые вот там, наверное, было экземпляров 60, наверное, этих автомобилей. То есть было очень интересно. Вот. И, наверное, то, что мы получили, мы получили живое общение. Мы получили общение внутри делегацией. Все-таки одна область. Мы познакомились и с представителем Корсунского района, Индинского района. Все люди очень интересные. У всех есть свои какие-то идеи, которые, например, они хотели бы реализовать. Вот это самое важное, что мы смогли с друг другом пообщаться как с представителями других регионов, так и внутри региона между собой познакомились и узнали у друг друга много идей, которые мы сможем реализовать, например, у себя в районах. Они, например, наши идеи смогут реализовать у себя. То есть вы теперь, те, кто ездил, будете вместе действовать, да? Да, и на это нацелено Министерство культуры, что вот это будут, так скажем, представители муниципалитетов, которые займутся, вот так скажем, волонтерами культуры, которые будут делиться своим опытом после поездки и расскажут и вовлекут других людей своих муниципалитетов. И сейчас мы уже целая команда, да, мы не прекращаем общаться до сих пор в ВКонтакте, то есть каждые там полчаса мы друг другу пишем, спрашиваем, как дела, то есть общение продолжается до сих пор. А вот по поводу сертификатов, кстати, вы сказали, вы единственные получили в четвертой сеть. Четвертая смена, да. А что дают вам, какая возможность этих сертификатов, что там написано? Что мы прошли курс лекций и курс практических занятий по сохранению историко-культурного наследия, то есть мы прослушали вот как раз-таки работу по металлу, по дереву и прослушали вот юридические аспекты сохранения культурного наследия, то есть был специальный юрист, который пригласили. Мы получили такие достаточно хорошие аргументы, например, в разговоре с властью, то есть как нужно выстраивать диалог с властью при сохранении, например, того или иного здания. Вот этот сертификат нам дает возможность, так скажем, уже выступать в роли экспертов по сохранению культурного наследия. То есть у нас есть чем апеллировать, например, когда мы будем заниматься той или иной проблемой. То есть если вы будете старое здание, памятник культуры, вы можете восстанавливать сами его? Есть такое разрешение? Разрешение, там все равно нужно проходить пути согласования с местной властью, то есть на это здание, да. Но уже сам факт того, что ты являешься человеком не с улицы, вот просто пришел и говоришь, вот это здание надо сохранить, а реально являешься человеком, который хоть что-то знает, имеет этот сертификат. Да, 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 имеет этот сертификат, поэтому есть вот какой-то козырь, например, в спорах с каким-нибудь человеком, который может противник восстановления или, например, разрушает это здание. У нас есть какой-то, например, аргумент, это наш сертификат ВАПИК. Вот уже что-то, какие-то планы совместной работы у вас есть? Что-то восстанавливать, кого-то вовлекать, какой-то, может, свой проект будет здесь, в Ульяновской области? Вы уже это проговорили? Ну, мне кажется, сейчас ребята приехали в муниципалитеты, и они расскажут о своей деятельности в своих муниципальных образованиях, как они были, что они делали, что они планируют сделать. Скорее всего, будут какие-нибудь личные встречи, на которых они будут определяться, волонтеры, которые приехали в Псковскую область, что они хотят сделать, что они будут восстановить у себя на местности. То есть, это же логично, чтобы где-то по местам делали дела уже определенной команды волонтеров. Мы готовим сейчас встречу снова, то есть, на вот этой делегации, к которой мы ездили, мы готовим снова встречу. Наверное, там уже будет такая обратная связь. То есть, мы приехали, обдумали все. Может, реально какой-то проект у нас и будет. Разработаем, наверное, его и будем действовать сначала на муниципальном уровне, а потом уже, наверное, его продвигать. Пока на данный момент конкретного какого-то проекта, совместной реализации у нас нет. Но, так скажем, какие-то планы и мысли по этому поводу уже есть. Встреча состоится скоро, да? Скорость, да, состоится встреча всей делегации, мы там обсудим, то есть, что мы можем сделать, как мы можем помочь, как мы можем сделать так, чтобы волонтеры культуры Ульяновской области будут, например, самими лучшими в России. Да, и чтобы число наш волонтер бросло. Бросло, да. То есть, это возможно к вам обратиться через соцсеть, наверное, в контакте, да? Да, да, то есть, всегда открыто. Можно через соцсети, можно, например, через Министерство культуры. И мы всегда поможем, скажем, то есть, наверное, будут создаваться, я так думаю, ресурсные центры и в муниципалитетах по волонтерам культуры, и региональные ресурсные центры. Вот тут уже, наверное, когда мы вот создадим вот эти все базовые участки, то работа станет намного быстрее и лучше. Вы принимаете предложения, да? Принимаем, да, да. Безусловно. Все, спасибо огромное, спасибо, что приехали из своих районов к нам на передачи. Спасибо вам. Я думаю, что мы еще не последний раз встречаемся и увидимся. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова